Продолжение следует... 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 нельзя никому курить да да всем хороших дорог но асфальт уже как видите асфальт сухой сейчас еду на базу кто не знает посмотрите где у нас база как она выглядит беларусь да это беларусь я на небо я собираюсь едем на на базу город минск за фирма п.с. Сейчас уже здесь недалеко Наверное километра 4 Свернем на базу М1, да, это М1 Вчера каша была, молодцы Дорожники почистили дорожку Все чисто, аккуратно А вы откуда? Я из Рогачева У меня вообще интересная история Я родился в России, жил Потом получил гражданство в Беларуси Живу в Беларуси, а работаю в Казахстане Салан, Германия Салан, Германия Так что у меня жизнь по бывшему Советскому Союзу Хотел бы сказать про Казахстан Многие там говорят на казахов, что они плохие Я могу сказать, что в дороге мне очень много помогали казахи Молодцы И вчера тоже ребята там видео я смотрел В интернете выкладывали Тоже опять же не свои помогли, а помогли казахи Вот, поэтому вот это вот политическая раскачка И по России ехал там многие О, там, ты там оттуда, ты оттуда за рулем ездить не умеешь Я говорю, какая разница кто откуда Везде есть люди, которые хорошо ездят, а есть люди, которые плохо ездят Это всегда было, есть и будет Не могут все быть профессионалами А вот это вот я же говорю, что не нужно поддаваться на эту политическую раскачку Нужно дружить вне в зависимости, кто из какой страны и какой нации Есть разные люди, да, я живу в Казахстане Самый дружный народ Привет, Казахстан Да, я же говорю, я сейчас был в Казахстане Мне столько людей помогало Причем помогали бескорыстно Просто помогали от души, как говорится Это очень приятно было Отогрели ласточку Короче, грел я грел В общем, я ее не отогрел Получилось так, что было где-то минус 10 на улице Но может быть и сказалось даже то, что ее грели периодически То есть пытались очень сильно греть Может быть это сказалось Но я не знаю Было минус 10, я взял, опять же, еще раз попробовал напрямую все То есть я убрал сепаратор Две трубки в канистру Взял у пацанов зимней хорошей солярки Куда немножко бензина Ну вот, в общем, мы прокачивали, 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 прокачивали Часа, наверное, полтора-два Потом начали ей помогать эфирчиком Вот, эфир поддувать И она начала схватывать, схватывать, схватывать И завелась В сутки еще машина заведенная Просто я у вас терминаль я не глушил Поговорил с пограничниками Они разрешили, чтобы машину не глушить Хотя это запрещено в терминале Вот, потому что машина без присмотра Мое руководство тоже с базой разрешило, чтобы машину не глушить Хотя это опасно, когда машина без присмотра стоит Ну и, в общем, она сутки еще постояла в терминале Заведен на следующий день Меня по-быстренькому оформили Прошел лиц и рентген И выехал Ну, большие морозы там, где были Я вообще машину не глушил, боялся Ну, а уже здесь, ближе к Москве Уже, в принципе, глушил Нормально все Ну, сейчас еду Сейчас будем все это устранять Там, подъем кабины делать Сепаратор трубки по новой подключать В общем, как бы Работы по машине хватает Ну, и сегодня, по идее, обслужусь И вечером уже на границу поехать Скорее всего Поворачиваем к нашей базе Уходим на М4 Молодого человека Там уже за машиной помогли только свои АПС Да, по-разному бывает Могут и свои помочь А бывает, когда свои даже мимо проезжают Неоднократно такое было Был у меня случай Колесо у меня выстрелило Возле Побровникова, кто знает Ну, в принципе, знают всю эту границу, да? По сути Недалеко от границы Я колесо менял Поехало очень много наших машин Ни одна не остановилась Остановилась польская машина Куда еще поляки ездили Остановился поляк И остановилась машиночка с двойки С дженсиком Поэтому я всегда тоже, когда их в машине вижу Я всегда останавливаюсь Вот, кстати, по статистике Двойка, дженси Они очень часто останавливаются и помогают Вот Остановились, а я уже как раз колесо поменял Мне оставалось только, по сути, запаску на место положить И руки помыть Вот Я говорю, спасибо, ребята, что остановились помочь Вот Я говорю От души Поэтому Бывает такое, да Бывает, наоборот Своих много останавливается Но, опять же, по статистике почему-то Из других фирм машин больше останавливается Ну, вот еще подъезжаем к базе Сейчас уже там поворотик И будет наша фирма Да, здесь, конечно, кашка Не почистили, не посыпали Ну, веса у нас хватает 16 тонн груза Поэтому машинка, в принципе, идет хорошо Уверен Резина хорошая, слава богу, стоит Кстати, вот хотел бы сказать Вот резина Мишлен Икслайн мультик Очень хорошо отрабатывает Снег Вообще замечательно Вот молодец, человек Встал посреди дороги Вышел и голову даже не поворачивает Потому что сзади большой груз едет Который может просто понести по гололеду И потом придется за него отвечать Давай, давай, давай Маленькая, раскакивай Еще одна Давай, давай, давай Да, здесь дорожка не ась Казахстан Казахстан Работает в каком городе? В Казахстане, Валматы у нас офис Вот, а работаем мы по всему Казахстану Везде в Казахстане бываем Вот уже наша фирма На мешке я на шторе Штора, штора у меня Подъезжаем к офису Да, что-то как-то здесь вообще не посыпано Мы еще чуть посыпали Ладно Поворачиваем, поворот у нас Такой заезд не очень, но Вот так Чтоб не открывают, там шлагбаум Пока откроют, мы уже прилипнем ко льду Будем буксовать Видите, как у нас все украсили Все красивое Новогоднее Не, нормально машинка пошла Может на чем-то посыпать Елочка, смотрю, там уже красиво стоит На первом этаже Вот, ну это вот наша основная база Стоянка, здесь римзона Здесь мы отчеты свои сдаем Так, так, так Становим всю елочку Занимаем место на обслуживание Нам потом еще машину помыть Нужно вот так вот у нас Можно сказать, ремонтные Боксы по очереди Потом сейчас пойдем Напишем заявочку Что нам нужно сделать в машине И будем уже на римзону заезжать Что касаемо римзоны То здесь мы помогаем Нашим слесарям И я могу сказать Что в принципе Ничего плохого в этом нет Как некоторые говорят Что Должна база сама машину делать Я могу сказать Немножко иначе на этот счет Что бывают в жизни ситуации Когда твои знания Могут спасти тебя В определенной ситуации Вот, поэтому Когда мы помогаем делать машину Обслуживать на римзоне Мы что-то узнаем новое Скажем так И это в принципе Даже может где-то Действительно спасти жизнь Не всегда база сможет помочь Если мы где-то находимся далеко И не всегда ты сможешь Даже дозвониться кому-то И эти знания Которые будут приобретены В определенной ситуации Они действительно потом помогут Так, ребята Сейчас буду выходить Сейчас покажу Вот вкратце Сейчас минутку Опа Телефончик Вот машинка С мойки там выезжает Мойка наша Тоже наш бусик Вот так вот выглядит база Вот Основное здание Вот Как-то так Сейчас буду выходить Потом попозже зайду Все Всем спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok